Майдан 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 Радикалы Радикалы и экстремисты – это люди, которым просто очень хочется убивать. В этом смысле, скажем, экстремисты эти, они мало чем отличаются от ваххабитов или еще кого-то, или экстремистов наших. Вот хочется убивать, понимаете, хочу убивать, но хочу выглядеть хорошо, поэтому придумаю себе идею, которая оправдает мою тягу к насилию. В данном случае это идея, скажем, слава Украине и смерть врага. В других случаях это другая идея. Смысл примерно такой же. Действительно, эти люди очень хотят крови, вот этой крови они добивались, они ее добились. Главная проблема здесь в том, что фактически в ходе этого Майдана произошло такое отбеливание, легитимация неонацизма, по сути. Ну, экстремизм уж как минимум. Он стал вроде бы как нормальной, закономерной картинкой украинского политического пейзажа. Уже никого это не отталкивает, ничего страшного вроде бы даже в этом нет. Более того, Украина породила абсолютно уникальную ситуацию. Неонацисты борются за европейские ценности. Конечно, такого пока еще не было, но вот теперь мы увидели и такие чудеса. При этом понятно, что Янукович и вся его команда тоже несут за все эти вещи ответственность. И ответственность в том плане, что многие претензии, которые к ним предъявляются, действительно имеют место быть, коррупция и прочее. И ответственность в том плане, что именно они накачали ожиданиями все это подписание соглашений об ассоциации. И ответственность в целом украинской элиты за то, что она вообще позволяла этим экстремистским течениям много-много лет развиваться и готовиться к тому, что мы сейчас видим. И в этом смысле можно даже сказать, а вот Майдан же он требует, что как раз вот эта криминальная влада ушла и прочее. Но я думаю, что в данном случае Майдан это такое лекарство, которое страшнее самой болезни. Потому что разрушительный потенциал Майдана еще больше, чем те проблемы, которые вроде бы как с помощью Майдана собираются врачевать. То есть, в общем и целом, я думаю, что итоги всей этой ситуации для Украины будут крайне неприятными. Что касается лидеров оппозиции, Кличко, честно говоря, производит впечатление человека, который уже начал метаться. То к одному призывает, то к другому и так далее. Но если власть находит для себя постоянно отговорки для того, чтобы не казаться сильной, это напоминает некую патовую ситуацию. Понятно, что у экстремистов не хватит сил в любом случае взять и вынести власть вместе со стульями. Но, с другой стороны, если власть ничего не будет предпринимать, это будет такая язва, которая постоянно будет разъедать всю ситуацию.